24-25 февраля в Италии пройдут всеобщие парламентские выборы. За кресло в парламенте будут бороться четыре партии, среди которых политическая сила Марио Монти, а также скандально известного Сильвио Берлускони. Для политика это станет последней большой избирательной гонкой. Возможно, он хотел бы представить себя на международной арене большим государственным деятелем. Но для многих он по-прежнему известен скорее благодаря своим неудачным шуткам. Бывший итальянский премьер никогда не стыдился своей красноречивости и часто любил пошутить во время встреч с лидерами других стран. Берлускони заставил международную общественность о себе заговорить после того, как описал вновь избранного президента США Барака Обаму как молодого, привлекательного и загоревшего. «Я привёз вам приветствие от человека. Ну как же, его зовут?» «Одну минуту. Это был кое-кто загоревший. Барак Обама». Эту речь он произнёс после визита в США в 2009 году. Он добавил, что к его удивлению жена Обамы, Мишель и сам Обама загорают вместе, потому что Мишель тоже загоревшая. А это видео стало хитом на YouTube. Во время позирования для общего фото после саммита большой двадцатки Берлускони выкрикнул имя Обамы с такой экспрессией, что тут же получил замечания от королевы Елизаветы. В то время как иногда его чувство юмора помогало разбавить серьёзную обстановку во время официальных встреч, в некоторых случаях оно ставило под угрозу дипломатические отношения Италии. В 2003 году Берлускони сказал члену парламента Германии, что он подошёл бы на роль надсмотрщика немецкого концентрационного лагеря в итальянском фильме. А в 2005 году правительство Финляндии выслало из страны посла Италии после того, как Берлускони заявил, что он использовал шарм плейбоя в переговорах с президентом Финляндии Тарей Халанин, чтобы добиться размещения в Италии Европейского агентства по пищевым продуктам. Конечно, харизма Берлускони помогла ему завоевать искреннюю поддержку многих избирателей. Однако, как говорят критики, секс-скандалы и обвинения в коррупции лишили политика права управлять страной. Шумиха вокруг премьера вспыхнула с новой силой после того, как выяснилось, что политик лично звонил в полицейский участок Милана, чтобы попросить об освобождении 17-летней стриптизёр Шеруби, задержанной за воровство. Позже девушка сообщила, что посещала вечеринки на даче Берлускони. После этого сохранять поддержку избирателей стало всё труднее. Особенно на фоне гор мусора в Неаполе, падающих руин Помпеи и наводнений в регионе Венетта. Его попытки исправить ситуацию, похоже, ещё больше её усугубили. «Если я иногда вижу красивую девушку, я бы сказал, что лучше любить девушек, чем быть геем». И это было не впервые, когда 74-летний миллиардер отказался приносить извинения за свою любовь к противоположному полу и вечеринкам. Наоборот, он пытался всячески окружить себя красивыми женщинами даже на работе. Например, министром по вопросам равных возможностей в его правительстве была фотомодель Мара Карфанье. Ещё будучи на посту премьера, Берлускони любил пошутить по поводу призывов оппозиции уйти в отставку. «Они продолжают говорить Берлускони, уходи домой. И это приводит меня в некоторое замешательство. Потому что я не знаю, в какой дом мне идти. У меня их двадцать». АПЛОДИСМЕНТЫ